В Ресурсном Центре по Развитию Исламского Исламовического Образования Казанского Университета собрались все желающие. Здесь обсуждались механизмы решения актуальных проблем современного российского мусульманского сообщества. Стартовала очередная четвертая школа мусульманского лидера «Махаля-2-3». Мероприятие направлено на формирование нового прогрессивно мыслящего поколения мусульман, которые неравнодушны к проблемам мусульманского сообщества. Надо научиться слышать друг друга и уважать иную точку зрения, ценности другого народа, считают организаторы. Основной критерий, который идет красной линией по всей школе, это тема умеренности в религиозных взглядах. Эта тема выбиралась исходя из нашего общения с учеными-востоковедами, с представителями духовенства, как республиканского, так и в целом по России. То есть мы стараемся понять, что же на сегодняшний день актуально для молодежи и какой продукт дать такой, чтобы они поняли его и приняли. Участие в школе принимают 60 молодых мусульманских лидеров. В рамках образовательной программы школы планируются выступления известных исламоведов и ведущих ученых мусульманского мира. В этом году инновационно мы запланировали обсуждение существующих идеологических течений, представленных в Российской Федерации. Как терпимо относиться к мнению другого мусульманина, который по-своему понимает ислам. Разумеется, мы говорим о том исламе, который не несет в себе деструктива. Отдельные площадки для дискуссий пройдут в Институте управления экономикой и финансов. Всего их будет четыре. Здесь рассмотрят исторически сложившиеся течения суфизм, традиционный ислам и многое другое. Посидеть эти дискуссии и принять в них активное участие сможет любой желающий. Анна Глизимова, Леонарда Митяров и Невернгерс.